привет привет друзья сегодня я хочу написать такую небольшую работу размером 30 на 40 сантиметров это холст на подрамнике холст льняное в данном случае вот писать я буду стамбул точнее галату такой вот небольшой панорамный панорамный вид на закате и 1 свой эскиз точнее референс я приложу куда-нибудь сюда моя палитра неизменна как обычно используя в общем-то надавила все те как цвета которые я использую обычно белила титановые здесь у меня землянистые и ахристы это марс коричневые марс желтый прозрачный охра желтый оранжевый кадмий из зеленых арадская изумрудная не знаю не уверена что буду их использовать в случае ну скорее скорее нет вот потом королевская голубая ультрамарин и кобальт фиолетовый светлый пожалуй это вот такая основная палитра которую я буду сегодня использовать первым делом я намечу примерный где у меня что будет находиться здесь будет галату мы примерно обозначаем по по золотому стечению так чтобы это было не посередине и не ближе к правому не ближе к левому а вот именно это по золотому сечению всегда мне кажется теперь пропорционально она вышла сильно сильно широкая это у нас начнем сужаться здесь это первым делом наверное все таки я взялась сильно высоко поэтому она мне сейчас и не влазит по ширине вроде бы лучше самый самый такой для меня самый сложный этап такой где максимально задействовано что это такой важный этап компоновки потому что от этого зависит вообще ход всей дальнейшей работы нужно определить не будем обозначать все здания как они допустим здесь потому что но это просто можно сидеть и теряться среди этих окошек и дверей потому что бесчисленное количество такие самые нужно определить для себя самые такие главные по цветовым что потом решает где что будет находиться здесь это желтое здание будет здесь получилось так что мы эти относительно относительно данной фотографии я получается что я ее чуть-чуть как приблизила потому что она немножко более вытянутая нежели мой формат и поэтому получится что я все-таки немного приблизила поэтому галата меня расширяется немножко здесь еще один такой что здесь балкон и смотровая площадка здесь окошке пойдет на вниз сразу можно где нигде давать свет так ранее я писала галату в разных техниках у меня много больше конечно работ у меня было в красные крыши в такой скорее так такие миниатюрные были работы то есть небольшого формата сейчас я сразу отмечаю где вот я вижу красные и яркие ярко выраженные моменты и я вот их сразу определила такими мазками сейчас вот мы примерно уже разобрались где у нас что будет находиться по компоновке то есть здесь это все будет небо здесь вот будут верхушки этих домов и теперь что нам нужно нам нужно по цветовому решению раскидать вот тональность самой работы вот ее взять чем я сейчас и займусь в данном случае у нас закат или восход это скорее закат даже вот мне так кажется на фотографии фотографию я взяла тоже я переколопатила множество видео с дронов искала очень долго искала подходящую ну такой референс чтобы он более-менее мне понравился сложно было найти ну вот этот мне я на этом в итоге остановилась вроде бы так неплохо сейчас я намешала белила с ультрамарином и попробую задать вот то есть у нас вот эти дома то что у нас либо вот они будут светиться на солнце вот эти желтым желтые домики которые вот с этой стороны она попадает немножко свет на него и вот здесь вот некоторые тоже обе из белых домов тоже а в основном они идут в тени поэтому вот их каким-то вот таким надо обозначать холодным я выбрала ультрамарин чуть-чуть добавлю еще охры потому что она листья будет по-разному вот эта часть будет светлая в общем-то где-то будет светлее где-то холоднее еще кстати можно я не поставил нужно добавить турецкую не зеленую а турецкую голубую вот она еще может быть тоже неплохо быть выдавлю ее посмотрим может где-нибудь я ее применю ну вот для наглядности сейчас теневую сторону допустим мы прописали вот здесь сейчас попробуем на световое решение на свету как оно будет вот чуть я желтого чуть охры посмотрим как оно здесь будем поставить а вот это место где желтые дома чуть больше ох и чуть больше белье вот здесь вот эта часть наверно а теневую сторону мы просто добавляем королевскую и вот сюда куда-нибудь и него где-то еще у нас встречается на свету вот этот желтенький вот где-то вот здесь чуть не у нас вот здесь в общем то сейчас мы не не вырисовываем домики отдельно каждый стоящий а по цветам примерно раскидываем где мы видим свет где мы видим тень и вот такие вот самые крупные вычленяем самые крупные акценты которые например на заднем плане еще вот этот такой высотка вот здесь еще одна вот здесь еще одна это… если красных тонов вот этих я выберу эту кисть другую поменьше я взяла где нигде будут добавлять здесь еще ушки такие сильно нет темновато это здесь посветлее здесь еще так чтобы объясняю примерно смысл и от моих мыслей в данной работе постараюсь и и он не затягивать хочется написать достаточно быстро чтобы она такая была не легкая не затянутая смотрим как она у нас выйдет здесь у нас тоже тени такое значит охрик оранжевую я добавляю королевскую голубую и ставлю вот эти музычки сюда самолеты разлетались у нас так слышно сильно здесь такие белые перестенки теперь саму галату я хочу сделать таким образом чтобы сейчас взять небо описать немножко и уже вот самим небом эту галату до формировать скажем так подправить где-то вот эти вот окошки прям аж красный уходят вот их можно помнить так а светлая часть у нас чуть-чуть желтенький юбилею здесь тоже у нас окошки мы их определим вот так кошки светятся некоторые вот где стекла там у нас такой холодный холодное отражение где-то теплая от неба теневая сторона она отражает холодным естественно это можно обозначить их немножко и я думаю приступлю я к самому небу небо утрамаринчик белила ультрамарин и уйдем мы наверное такой сиреневая ты ну вот как здесь у нас так она и виднеется что сиреневатый нужно еще чуть-чуть высветлить и в данном случае у меня кисть номер 16 не видно у меня фиксация фокус настроила в этот раз шестнадцатый номер рублев щетина полукруга теперь чуть-чуть под начинаю подмешивать сиреневу и смотрю подходит она мне или не подходит много или мало ну вот хочется здесь чуть чуть светлее как будто бы я темновато взяла что на фоне этих зданий будет сливаться ну вот и ну вот и и и и У меня упирается сзади по мольберде, продавливается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Осторожно и смотрим, если необходимо, отходим. Здесь у нас крыши всякие. Можно будет потом поверх неба еще доделать. Нет. Нет. Пока. Она будет уточнять здания, вот эти домики, крыши. Мне нужен краплак красный. Добавляем. Так. и вот можно заметить что вот солнечная сторона даже вот этих высоток тоже подсвечивается определим есть какие-то уточняем 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 какие-то заметили еще какие-то вот окошки их можно прорисовывать которые сам потому что так она вот когда с первого взгляда все рассыпается и кажется так много этих домиков каких вообще прорисовывать все как их заметить все что вообще с ними делать и понятное дело что не как с первого раза то есть она выпадает все поэтому сначала мы берем как бы разбиваем на самые крупные потом эти крупные еще больше разбиваем помельче начинаем вот вычленять их потихонечку складывается общая картина темнее можно и и здесь прямо есть такие светятся же голубые голубые домики в тени они прямо вот я для этого взяла турецкого голубую ну что это домик где-то вот он здесь но я его немножко хочется что буду вот так прорисовывать и просто вот как отмечу здесь этот этим цветом тогда создается общее впечатление окошки тоже будем описывать но каким образом например вот самое тут ярко выраженные окна вот это крыша я еще не было сейчас делаем с ней и кидаю еще раз тут у можно было сверху их шапку храме нужно тут обедняется верхушки и домики здесь тоже немножко торчит такое и в теневой стороне его тоже нужно будет определить здесь так окошки что с окошками будем делать просто их берем таким замесом потемнее ну вот примеру здесь и будем вот так проставлять и когда уже сам домик будет вырисовываться и будет понятно можно есть потоньше взять чтобы еще возможно рановато для но я просто хочу я сама себя чтобы понять что еще мне нужно проделать световая часть теневая выводить теневая можем поставить где световая светлее их образом тут же можно крыша такая если недостаточно это можно еще кстати можно еще и сиреневу добавлять потому что он отражает образом так так ну Продолжение следует... Продолжение следует... Переключаюсь на то, что я, допустим, по саму башню прописываю там или на что-то еще. Тогда проще. Продолжение следует... Для самой башни пользуюсь. Где тень просится немножко вот холодного. Я туда подмешиваю королевскую. Продолжение следует... И не забываем периодически проверять, отходить, чуть-чуть оценивать. Что у нас в итоге получается. Потому что глаз... Когда одну работу делаешь долго, без перерывов, то у меня во всяком случае так. У меня глаз замыливается, и я не вижу каких-то вот очевидных вещей. Потом, когда проходит какое-то время, я, допустим, возвращаюсь. И смотрю, и часто удивляюсь, как оно уже очевидно, как я могла не заметить. Поэтому очень полезно делать перерывы, пересматривать работу. Можно чуть-чуть даже... Окошки. Местами делаем такой контраст. Чтобы было видно, что это разные здания. И вот так. И вот так. Есть такие ободы. Немножко их... Нужно... Сам этот балкон немножко обозначить, чуть-чуть темнее. Добрый день. Добрый день. Спасибо. 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 Немножко цвета добавляю в небо. Я не знаю, как он будет передавать. Камера. Немножко добавляю сиреневато, желтовато, разогатываю, чтобы было видно, что это солнышко подсвечивает. Спасибо. Теперь я буду прорисовывать окошки. Для начала я их прорисую наверное вот тут на световых частях. Хочется еще немножко обозначить здесь. Домов. Спасибо. Световые части, где падает свет, у меня будут более, наверное, не пастозные. вот так. Вот так. Вот так. здесь тоже надо бы. Здесь тоже надо бы. Ну, поскольку цвет дома немного другой. У нас еще такая сереночка. Вот так. Здесь тоже надо бы. Делаем. Делаем. Цвет дома немножко другой, поэтому и на свету он тоже будет теплый, но немножко в других оттенках. Так. Так. Теперь. Окошки. Допустим. Вот здесь. Таким вот. Сильно темным я делать не буду. Так. Чисто. Намечаем. Вот здесь. Вообще можно еще чуть тоньше кисть взять. Вот это вот. У меня сточенная немножко кисти. Уголок более острый. Окошки я делаю ультрамарином с Марсом. Получается такой достаточно темноватый цвет. Его можно как выбеливать, да, в таких вот местах. Так. Где у нас еще тут? Вот так. Вот так. Настально уходить. Красный. Насколько в Стамбуле практически преимущественно все крыши такие красно-терракотовые. Это можно наблюдать из самолета даже. Здесь например для того чтобы вот есть такие районы. Ну которые находятся под защитой государства. Где больше туристические или даже в принципе нет. Маслак тоже. Там не разрешают. В общем-то это относится к таким старым районам и районам, которые на побережье Босфора. Может быть еще какие-то я не знаю. Но вот насколько мне известно, что государственные службы не разрешают допустим даже кровлю менять. То есть изнутри это в дом принадлежит вам все, да. Допустим. Но вы не имеете права его менять. Допустим вот хочу там сделать, не знаю, крышу поменять. В общем-то там это очень такая достаточно сложная ситуация. И вы должны будете ждать подтверждения. И в итоге как бы наружные работы. Даже вот у меня крыша допустим протекает. И я хочу ее отремонтировать. И снутри вы можете делать что угодно. Но снаружи без одобрения городских служб или идея вы ничего не сможете сделать. В общем-то под запретом. все у кого вдоль босфора у кого дома и таких вот. Дома в общем-то где в одной концепции построены. Где нельзя менять их. Это как культурное наследие что ли. В общем-то не разрешается. Ну думаю что это не только здесь. Скорее всего в Европе. В каких-то старинных. Потому что у англичан с этим еще посложнее будет. Там они более такие. Как правильно сказать. Ну бережливые. И относятся очень. Как хранят. Консервативные. И очень сильно. И с уважением относятся к истории. И вообще. В общем-то там даже. дерево не посадить без. Одобрения. Особенно если это какой-то комьюнити. С одной стороны. Я не знаю. Мне кажется что это неплохо. Потому что. Именно так и сохраняется какая-то красота. А не так что. У меня так. У соседа вот так. И получается что. Как бы. В общей сложности. Какой-то. Хаос. Ну. Уже что-то у нас. Начинает отвертываться. Вот я вроде. Переходила к окошкам. А в итоге. Опять перешла. На. Домики. Очень быстро заканчиваются. У меня салфетки. Состоянно меняю. Постоянно вытираю кисть. Вот. Вот. Сейчас будем еще их подрисовывать. У меня открытый балкон для того чтобы воздух хоть шоу. Хоть как-то. Потому что пишу я на разбавителе. И все шумы с улицы. Надеюсь что не будет сильно слышно. Потому что очень передуман парк. Очень слышно как ездят машины. Сейчас еще утро. Обычно у нас перекрывают дорогу днем. Но еще рано. И поэтому пока что езду. здесь еще нужно кошечка. Будем добавлять потом такие рамы. в общем то это по учитывая наличие здесь вот этих нагруженности мелкими деталями. В эту работу вообще можно писать просто я не знаю бесконечно. но у нас другая задача. Точнее у меня. А вы пишите уже как вы хотите. Можете придерживаться моей методики. и в теории скажем так можете писать по-своему. Это конечно уже вам решать. я лишь делюсь с вами своим опытом и тем что делаю я. как я делаю. Какие то еще эти антенны. что-то такое можно добавить. так. 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 есть и оранжевая крыша. можно такую поярче. и какие то видимо тарелки. новые такие. несколько штук вот дорисуем. еще мне нравятся вот эти вот штуки. здесь они такие темные-темные. прям бортовые. я вижу в них красный цвет такой. можно усилить. а я ну Продолжение следует... 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 Продолжение следует...